Тема нашего сегодняшнего вебинара это новый продукт SoFiSTiK 2016. И я постараюсь рассказать о той философии, которую заложили разработчики в данный программный продукт, новую версию и какие новые возможности, новые модули появились для пользователей. Меня зовут Яшанов Андрей, я являюсь ведущим специалистом отдела SAPR компании PSS. Занимаюсь технической поддержкой программного комплекса SoFiSTiK, консультирую, обучаю и помогаю использовать на реальном проектировании. И, соответственно, о тех темах вебинара, которые я затрону сейчас. Во-первых, расскажу о основной для новой версии данного программного продукта. Далее будет дана краткая информация о том, какие продукты вышли обновленные и на каких платформах, соответственно, они работают. Следующим этапом расскажу про новые модули и приложения, которые появились в 2016-й версии. Основные новые возможности, на которые стоит обратить внимание. И небольшая живая демонстрация некоторых возможностей из новой версии. И в конце своего вебинара расскажу о технической поддержке пользователей, как непосредственно пользователи SoFiSTiK могут изучить программные продукты и получать информацию на русском языке, который находится в свободном доступе. Итак, основная идея новой версии 2016-го программного комплекса SoFiSTiK это упрощение рабочих процессов для пользователя. По сути, они сейчас полностью нацелились на технологии информационного моделирования, известную по другим именям, как BIM, Building Information Modeling, и ориентировали данную технологию в своих продуктах исключительно на работу конструктора, конструктора-расчетчика. То есть, по факту, конструктор-расчетчик, когда моделирует какой-то объект и его рассчитывают, оформляют документацию, согласно технологии BIM, им необходимо пройти определенный пути. от моделирования до определения, соответственно, основных значений сечения, материалов, определить нагрузки, воздействия, развести статически, динамически, возможно, длинный-нелинный расчет, после этого добрать арматуру, оптимизировать сечение металлопроката и оформить с этого всего чертежи. Этот процесс, он цикличный, который, по сути, требует постоянного внесения изменений. Предположим, вы замоделировали какой-то объект, загрузили его, рассчитали, подобрали арматуру, оформили уже чертежи. Часто бывает, что уже изменения, когда есть готовый комплект документации. И опять получается заново. Вы редактируете модель, возможно, придется переназначить нагрузки, заново пересчитать, естественно, переподобрать арматуру, заново передокументировать. Софистик, они эту идею подхватили и разработали ряд приложений, которые позволяют это делать автоматически. То есть весь циклический цикл, он идет в автоматическом режиме и позволяет пользователям более эффективно использовать свое время. Продукты и платформы. Новая, 2016-я версия, конечно, металл анализа, основного программного комплекса Софистик, включает в себя новый Sofi Plus, новый F-Extension for Revit для использования Revit в качестве перепроцессора и, соответственно, новый инструмент импорта из Rhyna Ceres названием Rhyna Interface. Сейчас у разработчиков в плане до конца этого года выпустить еще одно приложение по связке с программным комплексом Tecla. У них сейчас находится на бета-тестировании и, скорее всего, я думаю, что с следующего года она будет доступна также для скачивания и использования обычным пользователям, которые работают в Tecla. Что касается продуктов по BIM-технологии, которые позволяют вам использовать Revit, использовать Sofiastic для комплексного BIM-моделирования конструкций, то здесь уже знакомые продукты некоторым пользователям, как BIM Tools. Это приложение, которое позволяет оформить чертежи 3D-PDF, экспорт для экспорта 3D-моделей в формате PDF, и Reforcement Detailing, который позволяет оформить быстрые чертежи армирования. Новый программный комплекс, который тут появился, это Sofiastic Reforcement Generation. Он был на бета-тестировании в ближайшие две версии, то есть в 2014-2015 году. Он был бесплатен, и находясь на бета-тестировании, можно было скачать с интернет-магазина компании Autodex. Сейчас это полнофункционирующее приложение, которое уже оттестировано на различных видах моделей, различных системах и так далее. То есть позволяет вам автоматически генерировать арматуру по результатам расчета, которые произвели в Sofiastic. Все приложения, которые присуществлены на сваде, они доступны для загрузки из компании Autodesk, Autodesk Exchange Apps. С точки зрения платформы, на которой могут быть установлены продукты, это AutoCAD версии 2016, Revit 2000 версии 2016, и Rhyno Ceras версии 5, 64-разрядная система, которая, опять же, только под Windows. На более ранней версии, на AutoCAD 15, на Revit 15, и в Sofiastic новый не встает, потому что он использует функционал, который появился в новых версиях программ. И именно это позволяет им программный комплекс использовать на 100%. Операционная система Windows. 7 Professional, либо 8, 8.1, 54-разрядная. Что касается Windows 10, пока еще нет конкретной информации о том, насколько стабильно будет работать. В основном это связано с установкой программных комплексов Autodesk. Они еще не до конца тестированы под Windows 10 версии. И так далее. Ну, соответственно, как только будет готова документация от Autodesk, то, что его продукты будут быть установлены под Windows 10, Sofiastic будет и тестировать полностью свое программное обеспечение под данную версию операционной системы. С точки зрения продуктов и их платформ, которые сейчас поддерживаются в 16-й версии, все модули, они только 64-разрядные. Наконец, разработчики добились того, что модули генерации конечной метной сетки, модули назначений, преднапряжение, расчеты стадии возведения, они теперь полностью адаптированы под 64-разрядную систему, полностью используют возможности вашей оперативной памяти, возможности процессора. Соответственно, 64-разрядная система позволяет вам на многоядерном процессоре. Теперь все модули 64-разрядную версию. Ну и, как я уже сказал, под Windows 10 нет официальной поддержки. Именно из-за того, что нет официальной поддержки от AutoCAD и от Revit, то есть платформы, на которые могут быть установлены при процессоре. Какие есть новые возможности и приложения? Компания разработчик Sofiastic, она переписала Sofiastic Play Extension для Revit, для того, чтобы могли экспортировать модель из Revit в программный комплекс Sofiastic. Добавили нового Structural Properties. Обязательно про него расскажу чуть позже. Добавили возможность назначения свойств свай, грунта. То есть прямо в Revit вы можете выбрать стержень, сказать, что это свай с определенными характеристиками. И можно задать определенные скважины для анализа пространства. То есть вы Revit можете использовать абсолютно полностью, как 100% перепроцессор для создания модели. Плюс там есть очень много дополнительных функций, о которых я чуть позже расскажу и покажу, надеюсь, в режиме реального времени. То есть идея данного приложения это использование именно Revit в качестве аналога Sofi-класса, где можно расчетную модель со всеми свойствами, бутами, назначить и экспортировать для расчета последствий Sofiastic. А результаты расчета, результаты по конечно-лиментному анализу, и результаты по армированию импортированы в Revit. Как я и сказал, основное новшество данного приложения то, что появилось окно «Свойств». Это окошко «Свойств» позволяет вам назначить дополнительные расчетные атрибуты для вашей аналитической модели. Предположим, можно задать нелинейные шарниры, можно задать линейное снятие связи для какой-то грани стен и так далее. Можно задать группы. Для нагрузки можно задать сразу плоскость распределения нагрузки и, соответственно, какие элементы нагрузка будет собираться. Все это сделано в таком вот уговоримом виде. В том числе, это позволяет создать нелинейные толщины для пыльных элементов, если есть в этом необходимость. И так далее, и так далее. Это окошко еще позволяет сделать процентровку элементов. То есть, по факту, если у вас физическая модель, она имеет определенное смещение, вы в аналитике, естественно, все это выравниваете в одну плоскость, то учет смещение вы можете сделать при помощи назначения соответствующего параметра из данного диалогового окна. Еще один модуль, который, опять же, новый, рефорсмент генерейшн, который я раньше упоминал, позволяет по результатам расчета сгенерировать уже готовую арматуру. Вы результаты расчета из Софии компортируете обратно в Revit. На основании этого вы генерируете арматуру в плитах, стенах, балках, колоннах, фундаментах при помощи параметрического ввода. Все эти инструменты там есть. И плюс ко всему, потом арматуру можно проверить. Даже если у вас арматура уже разложена пользователем, вы можете ее проверить при помощи специальных инструментов Check, как отдельное сечение, так и плитные элементы. То есть, сколько арматуры не хватает, есть ли необходимость где-то ее доложить, и так далее, и тому подобное. Вот как, положим, это выглядит, что по сечению можно посмотреть, насколько арматуры не хватает, не хватает, можно согласно пюре материалов, и тому подобное. Новый модуль появился с точки зрения анализа надежности и долговечности конструкции. Называется модуль Rally. Он разработан совместно с компанией AeroCons. Называется у компании AeroCons данное приложение StruRally. И как на аутсорсинге совместно с компанией Sofistik, они разработали данный модуль, и он позволяет, грубо говоря, базируясь на проход, считать долговечность и надежность ваших изделий. Появился новый комплект модулей Sofistik 3DFM Ultimate 50. Он отличается от 3DFM Ultimate тем, что ограничен только по размеру задач. То есть задача может быть по размерам не более 50 на 50 на 20 метров. То есть в принципе большинство зданий подходит к линейным сооружениям небольших. Он как максимальный пакет анализа по доступной цене. То есть он намного дешевле, чем аналог 3DFM Ultimate, но как раз он сделан для людей, которые занимаются небольшими проектами. В этом наборе модулей нет ограничения по количеству конечных элементов, по сложности модели, по назначению линейных свойств, здесь именно геометрическое ограничение модели по размерам и так далее. Какие основные новые возможности можно выделить в новой версии Sofistik 2016? Во-первых, все модули, которые в Sofistik сделаны, они 64-битные. На это, опять же, обращая особое внимание, Sofistik стал работать по генерации конечной элементной модели, по анализу результатов расчета и по самому расчету и так далее. Появился новый трехмерный конечный элементный анализ сечения стержней. Когда вы моделируете как поперечное сечение, необходимо рассчитать его правильно, возможно, более детально с нелинейными свойствами по сечению, то вы можете это сделать при помощи специального инструмента трехмерного анализа поперечного сечения. Вертификационное новое руководство, которое еще бы появилось в 14-й версии, сейчас оно разделено на две части, то есть отдельное вертификационное руководство по строительным конструкциям и отдельное руководство по строительной механике. Появилась онлайн-справка для приложения Sofi Plus, то есть здесь можно уже при помощи интернета все посты смотреть в браузере. И основные руководства по модулям все, они в интернете тоже опубликованы, их можно интернета смотреть, читать и анализировать. Сам Sofistica 2016, вот его стартовое окно. Здесь вы, соответственно, по стандарту видите возможность создать проект, открыть проект, последние сохраняемые создаваемые файлы, два вертификационных мануала, то есть один по по строительной механике. То есть они разделены, они переписаны, дополнены и так далее. Они стали более такими глубокими по анализу каких-то готовых систем и их ручной расчет и круглое сравнение, насколько Sofistica адекватно считает те либо иные задачи. что касается расстроительной механики. Переписано, естественно, видео, сейчас все видео на 16-ю версию, там немного изменился интерфейс и так далее. Но в целом, в самом интерфейсе вы можете здесь увидеть, что предположим в создании нового проекта. Здесь уменьшили окно System Information за счет, иногда бывает на больших экранах, особенно на ноутбуках, прошлое окошко, оно полностью не влезало на экран, сейчас они его уменьшили и теперь оно стало более компактным, на экран оно влезает хорошо. И они убрали, соответственно, возможность назначения имени элемента, то есть имя элемента назначается вместе с путем, куда устанавливается программа. То есть вы можете прямо здесь указать имя файла, например, 1, 2, 3, он берет путь и файл прописывает все вот в одном окошке. Титл, естественно, как заголовок, название проекта, он у нас остается. Здесь такое же назначение нормативов ветрового и снегового района, количество баллов для анализа сейсмики и так далее. Выброс тип типа системы, они развернули окошко для назначения типа припроцессора, единицы измерения и типа генерации конечной элементной модели. Изменили немножко окошки по назначению материалов. То есть сейчас назначение материалов можно уже отдельно по нормам, которые вы выбирали значения. То есть from the result, если выбирать российский норматив, то здесь вы назначаете соответствие с российским нормативом, предположим, бетон, то либо на классификации, то либо на метод отвердения и все вот эти свойства, они здесь остаются. При желании их можно, естественно, поменять, если поставить галочку и так далее. Есть дополнительные свойства по стандартным нелинейным по деформации, по термическим характеристикам и так далее и тому подобное. Кроме этого появилась возможность задать отдельный нелинейный материал, который работает согласно одному из представленных законов, либо по собственному закону, который вы можете описать. И отдельные свойства этого элемента и так далее. Естественно, у разработчиков стоял вопрос о как делать материал отдельно с эггажем грунта, отдельный материал конструкции и так далее. То есть здесь отдельно они выбрали оверматериал, который позволяет вам выбрать соевматериал, то есть грунт, структурматериал для строительной конструкции, бюлзимматериал, это, грубо говоря, граничные элементы, какие-то стяжки и так далее. Плюются, соответственно, газовые жидкостные среды, синтетические материалы, то есть отдельно их можно назначать и, грубо говоря, окошко адаптировано под это назначение. То есть у нас есть, скажем, по грунтам закон его работы и тип грунта и его свойства, которые можем отсюда назначать. Назначение сечения не изменилось, то есть все осталось то же самое, никаких там изменений оно не подверглось. Сам софер-класс он тоже не изменился, сейчас, вот, к сожалению, я не смог его запустить, у меня компьютер вчера вылетел с большими ошибками, сегодня пытался хорошо восстановить, у меня получилось, но с некоторыми потерями. Суфипаса я потерял, к сожалению, и сам по себе он не изменился, то есть интерфейс остался аналогичный 14-й версия. Вот, что еще? Отдельно хотелось бы обратить внимание на то, как изменилась возможность стыковки с Revit. То есть у нас предположим есть какая-то моделька, вот я замоделировал там плита, есть стена, даже две стены, несколько колонн, есть балки и так далее. Сделал небольшую выровненную аналитику, загрузил ее, то есть работал до определенного значения. Теперь предположим мне необходимо назначить какие-то нелинейные свойства для того, чтобы правильно экспортировать эту модель в Софистик. Соответственно, на закладке Софистик у вас есть уже расширенное диалоговое окно, оно отличается от предыдущей версии тем, что у вас появились вот эти две функции, Soil Profile, который назначает свойства свай, и скважин для упругового пространства. Load Pattern это свойство назначения видом нагружения конкретных, то есть по отдельно заданной нагрузке вынести. И важны появились вот эти две функции, то есть свойства для армирования, свойства для строительной конструкции по расчету. И более того, есть возможность импорта результатов расчета. Я сейчас посмотрю свойства моей конструкции, то есть вот у меня есть Structural Properties, когда я выбираю какой-либо элемент, положим Python, плиту. У меня, естественно, можно для этой плиты назначить группу 13, имя плиты, тип размер конечной элементной сетки. Могу сказать по желанию центрально привязанную плиту, либо центрально привязанную плиту. Вы знаете, что в SoFi классе можно указать привязку плиты как снизу, по центру, сверху. То же самое здесь. То есть если у вас аналитика модели выровнена поверху плиты в свойствах, соответственно, то вы можете это учесть путем задания определенного эксцентрика. Ну и соответственно тип жесткости плиты, как она работает. Только как мембрана на растяжение и сжатие, соответственно, только на изгибающие моменты, и так далее. Либо только в виде геометрической модели без значения жесткостей в расчетную схему. То же самое действует для стен. Все-таки плохо установил компьютер, он мне тормозит. Получилось меньше. Я тоже назначу какую-нибудь другую группу для этих элементов. Я сразу выберу и задам группу и предположим 10-я меню и так далее. Для какой-то там отдельной плиты, для стены я могу назначить снятие линейной связи. Какое там условие нажимаю edges, edges это грани, редактирую эти грани. И грубо говоря, для 4 грани он видит, ну и соответственно для каких-то из грани для этой грани, либо для этой грани менять тип соединения, снятия связи. Предположим, хочу, чтобы он у меня шарнирно опирался вот в этом месте. То есть я буду говорить, что это у меня будет шарнир. Здесь будет шарнир, либо кастом, если необходимо самому назначить где-нибудь эти галочки и так далее. Такого свойства нету даже в роботе. То есть нельзя экспортировать такую модель из Revit в робот с такими вот характеристиками. То же самое действует для стяжней. Предположим, я хочу выбрать все мои колонны. Выбор колонны и вот у меня есть возможность опять же назначить им группу, назначить им центральную инициативную привязку, эффективную длину, размер конечно метной сетки и так далее. очень много подобных значений шарниров и так далее. Кстати, у шарнира для баллов я, наверное, уберу по умолчанию в данном шаблоне, которым я делаю стандартный шаблон компании Autodesk, у меня по умолчанию получается, что все балки у меня приходят в шарнир. Я уберу этот шарнир, делаю фиксированное значение, поставлю положим во вторую и так далее и тому подобное. Что касается отдельных нагружений и так далее, то здесь вступает в силу возможность работы с дополнительными параметрами. Здесь, к сожалению, я не подключил пока дополнительные параметры, то есть через свойства распределённой нагрузки возможно указать, что она будет собираться на какие-то определенные элементы и, грубо говоря, в таком софистике замоделируют и плоскость распределения нагрузки. Поэтому это свойство ещё было доступно в предыдущей версии данной настройки. Поэтому вы можете посмотреть, как это происходит на вебинаре по связи между Revit и Софистиком. После того, как я замоделировал модель, назначил ей нелинейные свойства, не буду пока моделировать грунт, оставлю в таком с жесткими запрещающие все покупательные вращательные движения. Какую модель я экспортирую? Перед тем, как экспортировать, задам некоторые свойства для моей модели. Немного повиснет. Это хорошо. Можно задать свойства материалов. первое понятное дело, что мне предлагают создать проект по каким-то нормативам, выбирая автоматически, что в качестве процессора будет Revit и так далее. Создает проект в Софистике и он позволяет указать взаимодействие материалов. То есть у меня есть материал Revit и какой материал будет создан в Софистике. Мне не устраивает материал, который он задал. Предположим, у меня стоит B30 и он предлагает B22. Там именно это взаимосвязь расчетных и нормативных характеристик. Соответственно, я могу не менять, я его задам как новый согласно классификации российского СНИПа 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 B30. У меня получается Default Reforced Material это материал туры, который тоже я могу сделать стандартных. Усложим тарматуру А400. То же самое могу сделать по взаимодействию сечений. У меня есть прямоугольная бетонная балка. В принципе, он ее передал полностью и прямоугольную колонну, балку прямоугольную. Он такие сечения задал. Естественно, можно их поменять. Предположим, я хочу прямоугольную балку поменять на балку тавровую, используя философию T-Beam Сэкшн. С высотой 0,8. С толщиной нижней части 0,3. С толщиной фланцев 0,2. Шириной возьмем 1 метр. С защитными слоями порядка 40 миллиметров возьмем. Диаметр арматуры основной и верхней и распределенной можно выбирать уже по отдельности. Распределенной пускай будет 6. Не 6. для взаимодействия нагрузок. То есть у меня есть какая-то нагрузка постоянная, какая-то полезная и на основании этого буду создавать свои виды воздействия для софистики. с коэффициентом надежности 1,2. будет вес конструкции внешних. Это будет вес с коэффициентом надежности 1,1. И выбираю. Скажем, у меня будет как нагрузка вес конструкции и нагрузка временная. после этого я экспортирую модель. Возможно указать какие-то локальные параметры при необходимости. Указываю, что первая нагрузка, которая у меня есть, собственный вес. она будет частью вес всех конструкций, которые я замоделировал. Ну и последний запускается модуль Sofimash, Sofiload, который придает нагрузку. И я могу уже посмотреть, как у меня создана данная модель в SSD. Прямо изрею я его запускаю. Соглашаюсь с тем, что у меня назначена и какая назначена система. Вот и вижу мою модель. Снимание, что в итоге парнир передался, полностью сделан так, как у меня было замоделировано. И я могу эту конечную медную модель рассчитывать, анализировать и так далее. Предположим, сделаю статический линейный расчет без вывода какой-то документации. люблю параллельно решатель использовать. Расчет РСУ. подберем какую-то арматуру для наших плит отдельно. Предположим, у меня будет арматура. Возьмем какую-нибудь двенадцатую. Я думаю, что будет вполне оптимально. И сразу подберу арматуру по первой группе переднед состояния. Угу. И возможно сейчас еще подберу арматуру для балок. Тоже возможно по первой предельной состоянии. Ну пускай с неравномерной раскладкой для всех групп элементов. У меня тут по сути только бетонные элементы. Пускай считает. после того, как у меня произойдется расчет, я вот эти данные могу обратно портировать соответственно в Revit. И так, он не посчитал. Не посчитал. Есть какие-то там ошибки. А, материал не выдерживает. Слишком слабый материал. Ну ладно, пока что обувь-с-тим не буду сейчас менять. материал бетона слишком слабый. Нужно будет поменять, чтобы правильно считать эти выбалки. Кстати, в моем философии тавровых балок, что из Revit тоже говоря про счет бетонобалочного перекрытия также возможен, как и с уфипласом. То есть вы просто меняете прямоугольные лечения типа тавра, и он автоматически привязывает тавр к вашей перекрытии и будет у вас высчитывать жесткость сцеплитного перекрытия, жесткость вашего тавра. Это позволит вам совместно решать такую задачу балочного перекрытия. у меня расчет произвелся, соответственно результаты расчета я могу импортировать обратно для всех элементов, которые у меня есть. Наверное, я не буду сейчас... Ладно, прошу, пускай мне импортироваться вот эти данные по конечным элементам анализу и данные по армированию согласно первых выпук предельных состояний. Так, пока у меня импортируют эти данные. Импорт произвелся. То есть я могу на закладке анализ смотреть эти результаты. так, я, чтобы был красивый вид, я немного ограничу видимость, то есть возьму, уберу нагрузки, возьму, уберу граничные условия. Буквально секундочку. нагрузки и ограниченные условия. Вот, я их убрал. Ну и, соответственно, здесь вы видите, что можно смотреть, как результаты в Function. А, видимо, я их не могу поддельности подгружать, я их не подгрузил, к сожалению. Ну, по крайней мере, в армировании тут информация должна быть, то есть, скажем, террористическое армирование для критой оболочки. Это для колонн. То есть, он показывает для колонн, площадь снизу, площадь сверху, площадь слева, площадь справа, которые необходимы. А для плит, у нас будет, ну, которые необходимы, арматура, качество подгрузки можно смотреть прямо в Revit. Ну, помимо WinGraph'а и так далее. Что можно со всем этим делать? Со всем этим можно, кстати, очень здорово поступать. Теперь я вот выйду на обычный режим 3D и хочу здесь поработать с армированием ваших элементов. Для этого у меня есть специальный инструмент Reforcement Generation, про который говорил, новое приложение. Вот, я могу выбрать какой-то элемент, предположим, вот колонну. Убираю и говорю, что мне нужна арматура. Create. И, грубо говоря, здесь, согласно первому купильнику состояния, он мне сразу говорит, что нужен 16-й стержень, 4 штуки, вот, и определенные вот такие вот хомуты. Здесь у меня хомуты, они не просчитаны. То есть, хомуты не просчитаны были, а просчитаны, а, ну да, в принципе, во втором купильнике состояния не считал. Вот, у нас получается, что основную арматуру раскладывают с определенным шагом, который мы тут укажем сами. Ну, вот у нас получается армирование. тут я загибы поставил, можно было без загибов обрететь. И так далее. То же самое касаемо плит. Аналогичным образом, я говорю, что мне нужно сделать, клеит, указываю группу направления армирования в верхней зоне, нижней зоне, слева, справа. Ну, с каким шагом, соответственно, они будут распределяться. действуют для баллов, действуют для стен в том числе. Это единая такая кнопочка, которая позволяет вам создать армирование для ваших элементов. потом, при необходимости вы можете эту арматуру проверить. Скажем, выбирать опять же элемент, и если у вас какие-то изменения в проект произошли, вы ее переменили, опять прочитали, и необходимо проверить. Либо сами заармировали, хотите проверить, проходит ли по расчету элементов. Выбираете элемент, говорите, скажем, чек, в данном случае сам элемент. Вы проверяете основу или состояние. Он рисует круглого необходимого высокого арматура тут необходимого. Вот видите, вот такого графического стиля. Ну, я, видимо, находясь в каркасе, мне плохо показывают, нужно перейти в режим либо скрытой линии, либо тонированный. Там будет стиль цветной. Сейчас я это закрою, мне не нужно. Цветной стиль. Показываю то же самое там для плит, например. Тоже могу проверить. Либо по комнате, то есть указать сечение между двумя точками, он выдаст нам ту мотору, которая необходима. здесь он выдаст в картах требуемое армирование, то есть в виде такой подложки образуется, которая может арматуру раскладывать. А есть необходимо сделать по сечению чек секшен. А у меня котлини нет. нужно линию грудь, по которой я не нарисовал котлини сейчас. Буквально секунду. подвисает. Выйдем на уровень 2. Стручивание катлинии. Насколько я помню, может выступать обычные линии модели. Неси оправцу, да. Так. Sophistic Reforcement Check. А, тут на 3D видим. Сейчас. Ничего. есть определенные проблемы с компьютером. Чек секшен. И выбираем ток отлайн. Ну, то показывает, грубо говоря, и пюре материалов, которые необходимы для верхнего, нижнего слоя. и так далее, и тому подобное. В этом направлении необходимо поставить арматуру. арматура. Вот есть приложение рефорс дитеринг. Вот у меня опять же слетело. Там есть дополнительные красивые функции, которые позволяют вам расставить такие элементы, как конструктивную арматуру, лягушки и так далее. Ну, честно говоря, могу вам показать некоторые видео, которые у меня есть. Там какие новые функции появились в софистике по деталировке арматуры и по ее редактированию. Вот как, например. То есть, мы можем объединять элементы группы, если они сделаны отдельными стержнями, и он автоматически, грубо говоря, поставит единую марку с выносом каждой из отдельных стержней. либо, например, когда вы делаете по плитам, вы знаете, что отдельные стержни разной длины, они выделяются по отдельности. Здесь софистик позволяет их объединить в единую группу и, грубо говоря, ставить одну маркировку. Это один из инструментов, как группировка элементов. В новой версии появилась в 2016. Еще в новой версии появилась возможность игнорирования отверстий. Она позволяет вам, ну, зная, что в Revit поставить отверстие, то арматура в этом отверстии автоматически обрезается. Неважно, с чем вы это делаете, либо уже месяцем, либо непосредственно моделируете в виде отдельного проема. отверстия отверстия продолжалась. Это вы можете указать, что какие-то определенные отверстия не будут учитываться. И арматуру продлит в этих элементах. Что еще появилось? Появилась возможность детектирования положения элементов. если вы поставили какую-то арматуру, вы можете сразу выровнять и ориентировать по нужной грани. Происходит в таком автоматическом режиме, то, что рейд по умолчанию не позволяет сделать, вы можете это сделать и выровнять при помощи приложения Софистик. И последнее, что там новое появилось, это конструктивная арматура. Позволяет в плитах поставить какие-то лягушки определенного радиуса, определенного диаметра. Их можно расширить виды и по контуру плиты. Вот что хотел вам показать в начале. И в принципе сейчас я бы хотел наверное ответить на некоторые вопросы пользователей. Я попрошу включить микрофоны, либо сами можете включить микрофоны. я могу на курс ответить перед тем, как прийти уже к следующей части которые у меня подготовлены. это техническая поддержка пользователей. В принципе сейчас я активно начинаю адаптировать у меня в ближайших планах до конца этого года полностью выполнить 100% русификацию новой версии. там будет исправленный перевод. Я на нем очень кропотливо работаю. Там на самом деле много предложений, совосочетаний, согласования с разработчиками, чтобы они придавали истинный смысл того, что заложили разработчики в эту программу. В целом сейчас перевод уже почти готов. процентов на 60, осталось где-то 40, и я надеюсь это закончить до конца года, чтобы готовый перевод был доступен русскоязычным пользователям. Более того, версию 2016 вы можете закачивать социального сайта sofistic.ru пока нет страницы адаптивные будут sofistic.com sofistic.d там 2016 версия доступна для скачивания. вы можете закачать, установить и попробовать ее испытать. Многие на самом деле такие задачи, как генерация больших моделей до генерации сложно конечно лимитной сетки, они в новой версии лучше решены, чем в предыдущей, потому что модули они сейчас 64-разрядные и скорость работы sofistic значительно повысилась. И в принципе новые возможности связки с Revit тоже вам рекомендую посмотреть, потому что Revit в качестве припроцессора при помощи таких настроек превосходит многие программные продукты. Я могу относиться полностью к припроцессору для sofistic создания комплексной расчетной схемы. Все для этого инструменты есть. Во втором моменте есть открытый информационный ресурс, многие про него знают и если вы не знаете, то пожалуйста заходите на mysofistic.boxpot.ru там есть возможность посмотреть видеокурс, скачать учебники на русском языке. Сейчас буквально на этой неделе вывешу еще одно методическое особое, очень крутое, по принципу проектирования мостовых сооружений в софистике на русском языке, который вам ответит на основные вопросы, как качественно замоделировать и рассчитать мост и подобрать необходимые конструктивные параметры. Здесь же на информационном ресурсе вся информация о проводимом обучении, в котором мы проводим обучение для наших специалистов. Есть ссылка на группу в фейсбуке и закладка, в которой вы можете задавать свои вопросы. Она называется FAQ Вопросы и ответы. Задавайте вопросы, там я тоже могу вам отвечать в режиме реального времени в последневные темы. Если у вас есть желание пройти обучение в нашем учебном центре, то мы проводим курсы двух, напоминаю, первый уровень базовый курс, он четырехдневный. Там рассматриваются основные возможности программного комплекса Фистик. Сейчас курсы, начиная с декабря, с декабря будут проводиться на 2016 версии. У нас три учебных центра в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре. Плюс ко всему, мы проводим корпоративные обучения и на территории заказчика. Сейчас есть еще учебный центр на базе в Алматы. Буквально на прошлой неделе мы согласовали с нашими партнерами КАТ-системы обучение в Алматы и оно будет проходить в ближайшее время. И мы также делаем и удаленное обучение через интернет. Если у вас нет возможности посидеть, поизучать программный комплекс в группе, то вы можете заказать и удаленное обучение через интернет при помощи знаменитых программ скайп, темвивер, ну и тому подобное. Если мы указываем качественную техническую поддержку, вы всегда можете ко мне обратиться на больше технической поддержки компании по телефону компании и всегда рад ответить, помочь и изучить программный комплекс. и напоминаю, что у нас есть люди, которые давно используют программный продукт и готовы консультировать на конкретные виды внешнего воздействия на уникальные здания, сооружения. Контакт этих людей есть на сайте sofistic.ru и также представлен на этом слайде. В целом, у меня все. Я надеюсь, вам понравился мой вебинар. Я надеюсь, что у вас будут какие-то обновления с предыдущих версий на новую версию программного комплекса Фистик. Обновление не идет по полной стоимости программы продукта. Здесь всю информацию вы можете получить обратившись в нашу компанию. Телефон 122.10 1812 Вам представят коммерческое предложение и вы сможете соответственно все все стоимость убедить это коммерческое предложение. Сейчас вам не могу сказать, сколько будет стоить обновление, потому что все зависит от модулей, которые у вас есть, и соответственно как была закончена последняя техническая поддержка вашего программного продукта. Еще обращаю внимание, с сентября, с конца сентября этого года версия 2012 разработчиками не поддерживается, к сожалению. Сейчас поддерживаются две актуальные версии 2016 и 2014. Если у вас софистик версии 2012, то разработчики данную версию не поддерживают, и если у вас даже есть критический вопрос, то они ставят приоритет ниже среднего, отвечать будут неоперативно. Поэтому я, конечно, рекомендую использовать актуальную версию, тем более, что в отличии от 12 версии в софистике 2016 уже много новшеств, на мой взгляд, очень приятных, которые позволяют ускорить процесс работы конструкторов. Всем остальным я желаю удачи, и мы заканчиваем вебинар. Спасибо большое за внимание.